Всем привет! Меня зовут Анна Карпеева, и это мой YouTube-канал, и YouTube-канал Школы Спика Астрологи. Это Академия Астрологи и Таро, где мы обучаем людей быть осознанными, быть ведьмочками, быть волшебницами. Рыбы, всем привет! Это прогноз на январь 2024 год для вас. 11 января произойдет новолуние, и для вас это новолуние происходит в Доме Покровительства. В течение января у вас есть такое покровительство, удача свыше. Любые проекты, которые будут запускаться в январе, они будут уметь успех. Любые начинания связаны там, где вы влияете на других людей, либо вы зависите от каких-то других людей. Это могут быть, кстати, успешные какие-то операции. Даже если на работе вы работаете, у вас не собственный бизнес, а вы являетесь наемным сотрудником, это успех в коллективе, это может быть как возможности проявиться через коллектив, через популярность, заработать, монетизировать свои проекты. Волнолуние произойдет 25 января в знаке Льва. Для вас этот дом связан с Домом Здоровья, кстати, животных, меньше козла. Возможно, будете заниматься какими-то животными своими. Также это Дом, поскольку Дом Здоровья, и всегда он связан обычно с психосоматикой. Для рыб еще, кстати, что важно, вот они должны выглядеть щедрыми такими, альтруистами для людей, которые на них работают, либо люди, с которыми вы сталкиваетесь на работе. Вам очень важно, чтобы настроение в коллективе вообще и вас окружало такая гармония, забота и ощущение такой щедрости. И когда там происходит полнолуние, означает, что в какой-то из этих ваших ценностей происходит сбой системы. И здесь вы как будто бы получаете какой-то удар по эгоизму, по вашему тщеславию, что ну как так, да? То есть почему так происходит? Поскольку рыба это мечтательный знак. Маникюр не планируете, да? Можете поссориться с маникюршей или маникюр не понравится. Ну вот как бы на таких вот проявлениях тоже может быть. Либо пошли на массаж, а вам там что-то вывихнули. Нужно заняться собой в эти дни, поберечь себя. Хотя обычно, вот когда, как я заметила, если происходит у какого-то знака зодиака там полнолуние, то человек наоборот на себя нагребает кучу работы, вынести не может. Потом просто сваливается, его там вселенная останавливает, чтобы он отдохнул. Поэтому вторая половина января тоже посвящаем отдыху себе. Идем в спа-центр и наслаждаемся рутинными обязанностями без напряга, если это в принципе возможно. Солнце, планета, которая у вас, кстати, управляет, ну тоже это возможности, коллектива, рабочие моменты. Происходит новолуние в сфере новых контактов. Могут появиться новые контакты, вы можете обрасти новыми людьми в вашем окружении. Планета Меркурий, которая отвечает вашей натальной карте за партнерство. Она ходила какая-то, были неясные ситуации в партнерстве. Если у вас были неясные ситуации, связанные с семьей, либо с мужем, с женой, с любимым человеком, в январе это все должно уже решиться. То есть если вы искали для себя ответы на какие-то вопросы, связанные с партнерством, либо с недвижимостью, в январе эти вопросы все решаются. Также январь для вас очень активный месяц, который будет связан вообще с работой. Вот есть знаки, которые в январе будут отдыхать, но это не вы. И у вас как раз таки фокус внимания на статусе, фокус внимания на рабочих моментах, фокус внимания на вашей миссии, на вашем предназначении. Она очень ярко заиграет. Проект формируется, новый источник заработка, параллельный какой-то. Вот он формируется. Вы будете тратить много сил и энергии на что-то, но вы зависите от других людей. От коммуникации, от делегирования, от того, как вы настроите вот этот алгоритм, не знаю, чего бы там вы не настраивали. И от общения. И вы зависите от других людей. Эти люди могут вам помогать сейчас, какие-то возможности вам давать. Но при этом именно январь месяц, он может быть такой как бы очень сильно напряженный. Вы будете переживать и нервничать из-за чего-то. Не надо переживать и нервничать, все там будет нормально. Я не вижу никаких сложных ситуаций. Планета Марс, она перейдет во второй половине января и будет идти у вас по дому, друзей. Можете поссориться с какими-то друзьями. Тоже можете быть резкими, можете быть подавляющими в этом месяце. Если вам нужна какая-то помощь или решение какого-то вопроса, обратитесь к старшим родственникам, к брату, кстати, или к сестре. Либо к каким-то людям, которые вас любят. Первое января вы встречаете вместе с людьми. Опять-таки, коммуникация вам очень важна. Вот если мы берем как Новый год, встретишь, так его и проведешь. Здесь партнерство очень важно для рыб будет в 24 году. И вот в январе тоже он начинается с партнерства, с коммуникацией. Здесь ни в коем случае нельзя как-то, знаете, уходить в себя. Вообще нет. То есть нужно уходить в социум. Нужно искать какие-то контакты, общаться. Возможно, вы захотите купить машину, сесть в машину, поехать куда-то. Или же, кстати, Юпитер, планета, которая увеличивает тоже какие-то ваши новые знания. То есть не останавливайтесь в получении знаний. Не останавливайтесь в общении. И даже если вы идете на какое-то обучение, вы общаетесь с людьми, они для вас будут являться теми людьми, которые смогут потом быть полезными и знакомыми. И в жизни быть вашими покровителями. Либо в вашей жизни есть мужчина-покровитель, как вариант, который дает вам успех. 2-3 января. Фокус внимания на отношениях. Потом 3-4 января. Особенно 4 января могут быть какие-то траты, либо финансовые, не очень благоприятный день для каких-то вложений и покупок 4 января. Также у вас может всплыть с прошлого. Нужно закрыть все долги, которые у вас есть финансовые. Либо налоги, кстати. Проверьте, в каком состоянии ваши налоги. И могут быть, кстати, там может быть какие-то итоги будете подводить тоже годы финансовые. 5-6-7 января связаны с поездками, с путешествием. С какой-то дорогой, с приподнятым настроением, связанным с творческим видом деятельности рыбы. Здесь вы раскроете свое творчество. 8-9-10 января. Успешные дни для работы, для проявления себя в социуме, для своей реализации. 11 января, я уже говорила, это будет новолуния. Формирует для вас новые возможности. Деньги как подарок судьбы. И через знакомства, через новые полезные знакомства, через общение, через коммуникацию с другими людьми. 12-13 января. Время заточения, время уйти в медитацию, пойти в салон красоты, сделать для себя что-то любимое. 14-15 января. Тоже можете выяснять отношения. Можете быть очень сильно в мечтах. И опасайтесь иллюзорности. Не принимайте решения. 14-15 января. Можете допустить ошибку из-за того, что чересчур надеетесь на что-то. 16-17 января. Финансовые дни, связанные с инвестициями, с новыми возможностями, с заработком денег, с новыми идеями, с предложениями о работе, о сотрудничестве. 18-19 января. Благоприятное время для того, чтобы заводить знакомство, покупать машину, отправляться в путешествия, начинать какое-то обучение. 20-21 января, связанное с домом. Домашние вопросы. Останьтесь дома, приготовьте суп. 22 января. Неприятный день. Может быть связан с какими-то сложностями взаимопонимания с родными и близкими. 23-24 января. Прекрасное время для того, чтобы влюбиться рыбой и провести время с любимыми. Про 25 января это полнолуние. Я уже говорила. Берегите себя. А 28-29 опять мы заканчиваем месяц с фокусом внимания на отношениях, на вашем взаимодействии с другими людьми. Все. Всех поздравляю с Новым годом. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка и описание нашего сайта, наших услуг внизу. Всем хорошего настроения. Всем пока.